Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы сейчас поговорим о 33 главе книги пророка Иеремии. Как и в предыдущих главах, речь идет здесь о возвращении народа Божьего из заслуженного плена и изгнания, восстановлении после разрушения Иерусалима. Пророчество, которое в 33 главе оказалось, оно обращено Богом к Иеремии в тот момент, когда уже Иерусалим окружен войсками, когда уже строятся насыпи, когда дома города и дома царей разрушаются для завалов, для того, чтобы устроить баррикады на улицах города и укреплять стены города. Вот Господь говорит Иеремии, так говорит Господь, который сотворил землю, устроил, утвердил ее, воззови ко мне, я отвечу тебе. И о домах города сего Бог говорит, что за все беззаконие людей он сокрыл лицо свое от города Иерусалима и поражает людей во гневе и в ярости, тех самых людей, которые пришли воевать с халдеями. Ну вот Бог говорит о том, что это я поражаю их во гневе моем и в ярости моей, но я же и приложу ему пластыри, целебные средства и уврачую, и возвращу плен Иуды, плен Израиля. Таким образом, дальше, видите, говоря о том, что я очищу их от всякого нечестия и прощу все беззакония, речь идет о том, что завоевание халдеями, неисчислимые бедствия, выпавшие на долю угнанных и оставшихся израильтян, все это поражало Израиль за их беззаконие. Но это было нужно. Нужно, чтобы люди могли поменяться, чтобы очистить от всякого нечестия, а по-другому не получается. И здесь не обсуждается, на самом деле, почему нельзя было по-другому, почему нельзя было с небес какие-нибудь волшебные слова, там, кривли-крабли-бумс сказать, и все сразу стали белыми и пушистыми. Нет, так не получается. И, в общем, это даже и не обсуждается здесь. Бог говорит через пророка, вот все это страдание, если оно и было зачем-нибудь нужно, то вот для очищения, для очищения. А теперь я прощу все беззакония их, и тогда для меня Иерусалим будет радостным именем. И народы изумятся и затрепещут от тех благодеяний, которые Бог делает ему. И Господь обещает, вероятно, кстати говоря, что уже-то прямо совсем в момент завоевания, и когда уже караваны пленных уходят, вы говорите об этом месте, что оно пусто, но здесь опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос прославляющий Господа Саваофа, потому что благ Господь и в век милостиво, и будут жертвы благодарения приноситься в Доме Господнем. Наступят дни, когда, говорит Господь, я исполню то доброе слово. Ну, хорошо, ладно, все это уже, в общем, было сказано в предыдущей главе, и снова Бог повторяет Иеремии, вот все основные тезисы тех пророчеств, которые мы уже видели. Согрешили, накажу, возвращу и исцелю, они изменятся, потому что я прощу их грехи, будут радоваться и благодарить, и я буду радоваться об этих людях. Вот, как бы, эти основные все мысли. Дальше что? А дальше Бог говорит, в те дни и в то время возвращу, возвращу, то есть выращу, Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. Как будто мы слышим голос Исаии Иерусалимского, отрасль Давидову праведную. Хотя, вроде бы, не так давно. Ну, несколько страниц назад. Речь шла о том, что уже не будет потомга Давида на престоле его. А здесь говорится о том, что как росток вырастет некая отрасль Давидова праведная, будет некоторый потомок Давида. И говорится как о том, кто будет сидеть на престоле в Иерусалиме. Насколько это можно соотнести с теми или иными историческими реалиями, большой вопрос. Скорее, все же, единственное, кому можно отнести эти слова о отрасли, отпрыске Давидовом, это, конечно, Господь Иисус, который, будучи царем мира и сыном Божьим, и мессией Израиля, тем не менее, на престоле в Иерусалиме не сидел формально. Так сказать, внешне, будучи, конечно, царем Израиля. Будет царствовать над домом Израиля, и царство его не будет конца, как сказал ангел Пресвятой Богородицы. Но да, и Господь действительно будет производить суд и правду на земле, как Исаия говорил, но он не будет формально занимать должность царя Израиля. Да ее и не будет в это время. Будут там цари иудеи сомнительные. В те дни, говорит Бог, Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Что вообще это значит? Господь оправдание наше. Перед кем? Перед кем нам надо оправдываться? Речь, вероятно, идет о том, что, понимаете, не столько чем мы оправдываемся, не столько о том, что мы вот там плохие, 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 но у нас есть Бог, и Он оправдание, и поэтому это оправдывает наше существование. Нет, о том, кто оправдывает. Господь оправдание наше значит, скорее, Ты сам нас оправдываешь, потому что мы принадлежим Тебе, потому что Ты любишь нас. Здесь, конечно, невозможно не вспомнить книгу Иова, где Иов сетует Богу на то, что Бог сам обвинитель и сам судья, и говорит ему, ну тогда Ты сам будь и защитником моим. Вот, и Господь Бог оправдание наше означает, вероятно, что это Он нас оправдывает, это Он и есть тот судья. Перед лицом которого решаются участь дома Израилева. И дальше Господь говорит, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. Хотя как раз примерно с того момента, когда это пишется, прекратились таковые. Их не было. Вот эти слова совершенно точно формально не исполнились. Нет больше с этого момента никаких Давидитов, ни на каком престоле, даже в те времена, когда в Израиле есть какой-то престол. Но на самом деле не об этом речь. А вот о чем. Господь говорит, теперь ничего не прекратится. ни муж на престоле Давида, ни священники, среди которых будет кому приносить жертвы, и так далее. Ничего теперь уже не закончится. Вот Бог говорит о том, что это заключение Нового Завета, связанное с освобождением Израиля, оно будет окончательным. И было слово Господника Иеремии, если можете разрушить завет Моя дни и завет Моя ночи, то может быть разрушен завет с рабом Моим Давидом. А поскольку вы не можете разрушить законы дня и ночи, значит и завет с Давидом не может быть разрушен. В предыдущих главах уже эта конструкция включалась. Собственно, суть ее в том, что завет Бога с Израилем так же не колебим, как и законы движения планет. Бог, ну, фактически, клянется, говорит, ну, посмотри, как то, что я утвердил, как оно твердо. Каждый день светило двигают по одним и тем же траекториям. Потому что я так велел, я утвердил этот закон. И таким же непреложным будет и закон о племени Авраама, Исаака и Иакова. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...